Живых существ продавать в магазине нельзя. При разводе учитываются интересы теперь не только детей, но и интересы домашних животных. Животное полностью приравнено по правам к человеку, к ребенку. Как в России, там открывая квартиры, какая-нибудь бабушка, у которой 700 кошек, здесь такое невозможно. Всем привет! Привет! Сегодня я расскажу вам о том, что впечатлило меня, ну, не могу сказать, что больше всего в Испании, но то, что впечатлило меня по-настоящему очень сильно. Сегодня мы с вами будем говорить про закон о благосостоянии домашних животных, который в этом году принят в Испании. Что сказать? Счастье есть! Самое главное, что есть в этом законе, это то, что животные в Испании наконец-то полностью во всех законах, в гражданском кодексе, в положении об ипотеке, во всем фигурируют, как живые, способные чувствовать существа. Я не особо люблю собак. Да он почти человек. То есть с ними больше нельзя обращаться как с вещью. Первое, конечно, что закон исключает, это продажу домашних животных в зоомагазинах. Привет! Ты откуда взялся? Похоже, он вас выбрал. То есть теперь кошку, собаку, хомячка, не знаю, в кого еще, шиншиллу, ну, кто в наших российских домах живет, там морская свинка, еще кто-то, теперь их нельзя купить в магазине. Это запрещено официально законом, потому что живых существ продавать в магазине нельзя. Но это только малая часть этого закона. На самом деле закон гораздо шире и гораздо больше. Я сегодня хочу вам рассказать о том, какие положения есть в этом законе. В частности, то, что произвело на меня впечатление, это то, что при разводе, например, супругов, учитываются интересы теперь не только детей, но и интересы домашних животных. Мамочка с папой разводятся. С кем домашнему животному будет жить лучше? То есть, если супруги, например, не могут договориться, с кем будет жить собака, это будет решать в суд. Предметом спора по настоящему делу является опекунство над дворнягой. И суд будет смотреть на то, в каких условиях живет одна половина пары и в каких условиях живет второй партнер. И, исходя из этого, суд решает, с кем будет жить животное, кто психологически больше к этому готов. Суд постановил признать опекуном мисс Грин. Скажи пока, папочка. Я верну тебя, Уэсли. Если, например, оба партнера живут в прекрасных условиях, которые подходят для собаки или для кошки, например, то суд будет делить опеку. То есть, один платит алименты, например, пока животного одного, условно, там полгода, потом полгода животное живет у другого, и другой платит алименты на содержание этого животного. То есть, животное полностью приравнено по правам к человеку, к ребенку. Тебе же хорошо со мной, верно? С кем тебе лучше? То же самое, если вы, не дай бог, причинили вред домашнему животному. Не знаю, там ударили его, поместили его в ненадлежащие условия, кормили его не тем, чем положено. И не дай бог это повлекло за собой смерть животного, вам грозит реальный тюремный срок до двух лет. Плюс большие штрафы, где-то говорится о 45 тысячах евро, где-то я находила до 200 тысяч евро штрафы, я, к сожалению, не нашла информацию точнее, но вот минимальный порог, который я нашла, это 45 тысяч евро, возможно, штраф в пользу государства, в пользу приютов, за жестокое обращение с животными. Категорически запрещено, например, чтобы животное жило на балконе, на террасе, где-то под открытым солнцем, где ему не обеспечена тень, надлежащая температура, надлежащий уход, там вода, еда и так далее. Перед тем, как вам, например, если у вас еще нет домашнего животного, завести собаку или кошку, вы должны пройти специальные тесты на уживчивость, на то, насколько вы готовы стать приемной семьей для питомца, насколько вы готовы его содержать, прислушиваться к его потребностям, обеспечивать его потребности, насколько вы, в принципе, психологически зрелый, чтобы в вашей семье появился еще один член вашей семьи. Хороший мальчик, иди ко мне. Наверное, здорово иметь тело, которое может выносить живое существо внутри. Надеюсь, он будет похож на меня. То есть животное расценивается как член вашей семьи, что очень важно и до чего, мне кажется, в России еще очень-очень далеко. Что еще предусматривает этот закон? Например, вы не можете животное использовать в цирке, это запрещено официально в Испании, в Испании нет цирка с животными. То есть животные в цирке не выступают. Запрещено какие-то, не дай бог, там бои, петушины, собачьи, еще какие-то. Запрещено. Корида запрещена. Невозможно использовать животное в целях обогащения, например, в рекламе, где не созданы специальные условия для того, чтобы собака или кошка или любое другое животное не беспокоились. Если хозяин согласен, кинолог подтверждает, что для собаки нет никакой, для кошки, для любого животного нет никакой угрозы, то да, она может сняться в рекламе. Если там есть какие-то экстремальные, не знаю, трюки и так далее, в котором должно участвовать животное, должно участвовать животное. Это запрещено. Что еще запрещено? Запрещено жестокое обращение с животными, что под этим подразумевается. Однажды я прочитала в фейсбуке в группе такую историю, что девушка взяла из приюта кошку и привезла ее то ли из России, то ли из Украины, привезла ее сюда. А кошка очень дикая. Кошка склонна к побегам, скажем так. И вот девушка жила на последнем этаже, и кошка периодически по балкону выходила и вылезала на крышу. Девушка вызвала МЧС, чтобы МЧС сняли кошку. МЧС сняли эту кошку, выдали ей предписание этой девушке, что вы должны за ней следить, потому что это вы ответственны за то, чтобы она туда не уходила. Но то ли белье вешала на балконе, ну понятно, что балкон периодически бывает открыт. И кошка снова полезла на эту крышу, девушка снова вызвала МЧС, и ей сказали, что вы должны либо нанять специального, я не знаю, простите, как это называется, для кошек, для собак это кинолог, для кошек, не знаю, как называется, вот что-то типа кинолога для кошек, чтобы он обучил ее не лазить туда, и вы должны заниматься с ней, либо вы должны постоянно держать закрытый балкон, либо, если третий раз это повторится, на вас будет довольно большой штраф, первый раз это, по-моему, 500 евро, девушка это писала. И девушка искала специализированный приют, который поможет ей как-то с кошкой справиться, потому что если кошка уже четвертый раз потом убежит, то девушке грозит прямо очень серьезное наказание, вплоть до уголовной. Значит, она ненадлежащим образом со своей кошкой обращается, что кошка от нее уходит, то есть это как бы очень строго, все здесь правда очень строго, и даже если вы там не всегда виноваты в том, что животное там, не знаю, такое вот дикое немножко, ну как бы вот это ваша ответственность, вы все равно виноваты, вы все равно должны отвечать за животное, которое вы приручили. Да, я тоже не псих. Вот человек у меня с прибабахом, знаешь, приношу дохлую птицу выбрасывает, приношу дохлую мышь сразу в помойку. Ничем тебе не угодишь, истеричка! Не дай бог вы оставите где-то животное. Это считается оставлением опасности, это тоже вплоть до уголовного дела. Невозможно оставить животное. Невозможно сделать никакие косметические модификации. Например, вам хочется ушки подрезать, там собачки или я не знаю, хочется вам, не знаю, зубами что-то сделать. Не знаю, у меня нет домашнего животного, потому что это действительно очень большая ответственность, которой я пока не готова. Мне сложно представить, какие вообще в принципе людям могут прийти в голову модификации для домашних животных. Но учитывая то, сколько новостей я читаю из России, когда там их перекрашивают, этих бедных овечек, не знаю, собачек, в разные цвета, здесь нельзя этого делать, потому что это считается издевательством над домашним животным, и на вас могут заявить. И в принципе, мне кажется, сложно найти будет какого-то грумера, который покрасит вам домашнее животное. Ну, то есть, мне кажется, никто за это не возьмется. Если вы сделаете это дома, то соседи могут позвонить в специальные службы, и к вам придут задать вопрос, а как бы почему вы позволяете себе такое отношение к своему домашнему питомцу. Что еще? Запрещена эвтаназия домашнего животного без согласия ветеринара. То есть, на это должны быть очень строгие показания. Если вдруг вам кажется, что там, не знаю, животное болеет, и вот давайте усыпим, и все, я опять же, я не могу себе представить человека, который взял себе кошечку или собачку, и вдруг при болезни решил ее усыпить. Но обилие новостей все-таки на эту тему немножко пугает. Но вот здесь это запрещено. Пока вам ветеринар не скажет, что у вас другого пути нет, вы не имеете права. Также вы не имеете права просто захоронить домашнее животное, где бы вы там захотели. Не знаю, не уведомив о том, что оно скончалось своего ветеринара. Вы должны уведомить ветеринара, и ветеринар должен выдать разрешение на захоронение, и захоронение должно быть в строго определенном месте. То есть, это тоже очень такое уважительное отношение к живому существу даже после его смерти. Запрещено отлавливать птиц, потому что на улице очень много попугаев, и если вдруг кто-то смотрит, ой, попугайчик залетел домой, ха-ха-ха, оставлю его дома. Нет, вы не имеете права оставить его дома. Вы, опять же, можете его отвезти к ветеринару, если животное, там, у него крыло повреждено, что-то у него случилось, или он сидит вот у вас в доме и не улетает. Вы должны спросить, уведомить ветеринара, спросить, что вам делать, и действовать строго в соответствии с той инструкцией, которую вам дадут. Вы не можете самовольно просто оставить у себя дома попугайчика, и его классно, как вот в клеточку посадить, и будет жить. Нет, так нельзя. Нельзя домашних животных дарить или, например, разыгрывать в качестве приза. Например, там, не знаю, в телешоу, в инстаграме, в соцсетях, и говорить, вот, приз будет такой-то щеночек. Нет, не может быть ни щеночек, ни кошечка, никаким призом. Потому что это живое существо, к нему нужно относиться как к живому существу. И нельзя, запрещено официально законным, держать дома больше пяти животных. То есть здесь, в принципе, негде подбирать, слава богу, здесь нет брошенных животных, здесь нет бродячих собак, здесь нет бродячих кошек, там, не знаю, никого бродячих здесь нет. И даже если вы суперлюбитель кошечек и собачек, вы не можете держать дома больше пяти домашних животных. Наверняка, если у вас какой-то огромный дом с огромной площадью, где у каждого есть там у собаки свои будки, у кошки свои комнаты, там у хомячка там своя огромная клетка, наверняка это все индивидуально рассматривается, как, наверное, какой-то комиссией. И если ваши жилищные условия позволяют, то да, тогда, наверное, можно больше пяти. Но, в принципе, в городе, в квартире, какая бы она ни была, больше пяти домашних животных держать невозможно. То есть, как в России там открывают квартиры какая-нибудь бабушку, которой 700 кошек, здесь такое невозможно. Здесь невозможно, чтобы кошки жили там, не знаю, обосранные, обосранные, простите. Да, как у нас бывает, что жалко просто на это смотреть. Невозможно побираться там на корм домашним животным. Это все здесь запрещено законом. Там вы получите реальный штраф или реальный срок за ненадлежащее обращение животным. То же самое, если на улице вы будете использовать какой-то намордник или ошейник, не дай бог там с электро... каким-то, знаете, тоже рекламировали, с электрошоком или что-то. И это тоже категорически запрещено. Вы не можете этого делать. Вы не можете с животным, да, покупать ему какие-то аксессуары, которые могут приносить ему боль, вред, и которые, условно, вы там себе на руку не можете надеть. Вот. Вы должны обращаться с животным, повторюсь, как с ребенком. Вы не можете причинить ему вред, вы не можете использовать ошейник с электрошокером. За это вам грозит срок. Опять же, если ваша собака по габаритам проходит под... Я не боюсь сейчас ошибиться в формулировке. То есть, если она должна быть в наморднике, какая бы она ни была добрая, какая бы она ни была хорошая, вы обязаны в общественных местах надевать ей удобный, хороший намордник. То есть, собаки здесь четко регламентированы, какого размера, как должна быть рядом с вами собака. На поводке, там, длина поводка, какой должен быть намордник. Поэтому, если вы едете с домашним животным, обязательно изучите все эти правила, которые будут применяться конкретно к вашему домашнему животному. Вот, найдите ветеринара, которого будет посещать ваше животное, сделайте ему все прививки. То есть, обязательно поставьте это животное на учет здесь, в Испании. Это очень важно. Нет, хочу ветеринарку! К врачу? Нет! Пойдем, дружок! Так, нечестно! Ну, естественно, нельзя привязывать животное к транспортному средству. Естественно, нельзя оставлять его в закрытом помещении. Естественно, нельзя оставлять животное в машине, если вы отошли в магазин, а у вас закрытая машина. То же самое, абсолютно то же самое все, как с ребенком. Вы не можете сделать ничего такого со своей собакой, чего вы не могли бы сделать там со своим ребенком. Вы должны абсолютно так же нести за это животное ответственность. Вы абсолютно так же имеете права, вы абсолютно так же имеете обязанности, если вы завели домашнее животное. И это то, что мне очень нравится в Испании. Естественно, вы обязаны убирать своим домашним животным и это делают все нет кто бы что не говорил что не там что-то валяется крайне редко крайне редко кто-то не убирает я честно говоря всегда если я вижу что животное делает свое дело хозяин всегда стоит с пакетиком всегда всегда ни разу я не видела чтобы человек просто прошел и пошел дальше это невозможно и именно поэтому мне кажется здесь нет агрессивных животных в принципе я не встречала здесь ни разу агрессивное животное которое бы лаяла просто так там не знаю нападала бы на людей бежала бы за человеком или как-то вгоняла бы там меня в состоянии тревоги потому что я в принципе боюсь побаиваю собак здесь этого нет здесь собак и кошек ну кожи меньше может мы видели только из окон но собак мне кажется столько же сколько и детей и они все такие же дружелюбные классные прикольные интересные веселые везде у практически каждого ресторана есть миски для воды для животных в каких то есть даже десерты для животных то есть если животное идет рядом с хозяином садиться в кафе хозяин на гранду всегда приносит миску воды для животного в любом заведении этот уважительная очень классная очень доброе отношение к животным меня в Испании очень подкупает. Напишите в комментариях, как вы считаете, насколько этот закон классный. Я уверена, что вы напишите, что он классный. Я уверена, что вы напишите, что в России тоже не хватает такого закона. И мне кажется, что вот это как раз уровень, показатель, точнее, уровня гуманизма в стране, когда не только к человеку отношение как к человеку с большой буквы, когда человеческое достоинство во всех его проявлениях поддерживается государством и защищается государством, так и защищаются права тех, кто слабее нас, тех, кто не может сам за себя постоять, тех, кому нужна защита и забота. И для меня это прекрасно, что я живу в такой стране, в которой такое отношение к животным. Спасибо большое, что досмотрели до конца. Я надеюсь, вам понравился этот выпуск, он был очень позитивный, на мой взгляд. И увидимся на следующей неделе. Пока-пока!